На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Подготовка к осенне-зимнему периоду стала одной из главных тем форума «Управдом». Запущены социальные объекты, запущен квартирный жилой фонд. Во Дворце культуры отметили День пожилого человека. Дорогие друзья, здоровья вам на долгие годы. Представители творческого коллектива одной из театральных студий Видного без привлечения спонсоров и профессиональной подготовки сняли художественный фильм. Мне очень хотелось донести до детей мысль о том, что наши мамы, бабушки, мы имеем с ними связь. В историко-культурном центре города Видное состоялся очередной муниципальный форум «Управдом». На встрече обсудили две основные темы. Это подготовка к осенне-зимнему периоду многоквартирного жилого фонда и благоустройство территории Ленинского городского округа. Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. Это уже третья в этом году муниципальная форма «Управдом». Основной темой встречи стало начало отопительного сезона. Запущены социальные объекты, запущен квартирный жилой фонд. И по сути на сегодняшний день мы уже в меньшей степени получаем заявок там, где тепло не пришло в дома. Это уже такие частные случаи. Это больше завоздушивание. То есть мы просим жителей в спокойном режиме, если вдруг где-то стояк холодный, просто сообщать в их управляющую компанию. В округе функционирует 14 ресурсоснабжающих организаций и 51 управляющая компания, что обслуживают более тысячи многоквартирных домов. Как рассказал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ленинского городского округа Александр Белый, все подготовительные работы к осенне-зимнему периоду уже полностью завершены. В рамках подготовки коммунального объекта в зиме предназначена в ветхие сетей. Теплоснабжение 0,7 километра, водоснабжение 0,9 километра, водоотведение 0,2 километра. Управлением ЖКХ проведены проверки готовности к администрации жилищного фонда, объекта в специальной сфере и прочих потребителей тепловой мероприятий с выдачей и спортом готовности. Старшая по дому номер 5 по проспекту Ленинского комсомола Галина Вороневич пришла на форум, чтобы узнать, когда начнутся работы по ремонту фасада. В квартирах очень холодно и сыро. Все документы оформлены. В этом году нас поставили на очередь, что будут фасад дома делать. Но вот сейчас я пришла, хотел бы узнать, жильцы хотят знать, будут ли нас, ну, включили нас в программу и чтобы нам дали результат. Второй вопрос на повестке форума – благоустройство придомовых территорий и общественных пространств муниципалитета. В этом году у нас финансирование урезано Московской областью в связи с событиями. Поэтому мы из благоустройства выполняем несколько парков и скверов. Ну, это такие лавочки, урны, такие зоны отдыха больше. И детские площадки – это точечный ремонт, то есть это не устройство каких-то новых объектов, а только ремонт. Но, к сожалению, мы на следующий год планируем масштабную уже замену детских площадок. Далее форум продолжился в формате конструктивного диалога. Жители многоквартирных домов смогли задать волнующие их вопросы. Все вопросы, которые задают, если в зале сразу не получают ответы от администрации или представителей ресурсно-снабжающих организаций, значит, записываются в протокол. И потом назначается встреча, этот вопрос прорабатывается. Мы стараемся отслеживать, выходим на места непосредственно. Форум «Управдом» позволяет выявить актуальные проблемы в сфере ЖКХ и вынести их на обсуждение. Жителям высказать свои позиции, а представителям администрации, ресурсоснабжающих и управляющих компаний услышать пожелания и замечания для дальнейшего совершенствования работы. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Во Дворце культуры отметили День пожилого человека. Для обидновчан серебряного возраста организовали интересные мастер-классы. Прекрасным дамам предлагали бесплатно сделать укладку. И, конечно же, не обошлось без концерта. На праздники побывала и наша съемочная группа. Душевными песнями, дорогими сердцу каждого россиянина, встречали в фойе Дворца культуры гостей праздника, приуроченного ко Дню пожилого человека. На первом этаже все желающие могли принять участие в многочисленных мастер-классах. Мастер-класс у нас проводится по каркасно-салфеточной культуры. Мы делаем каркас из металла и обматываем у салфетки. Потом украшаем платье, делаем шляпу. Все. Прекрасным дамам предлагали примерить новые образы. Делаем укладки всем желающим. Всем желающим, да. Замечательно. Мне 75 лет, хочется быть красивой. Поэтому... Очень довольны результатами. Рады, что девочки нас так это украшают. Очень понравились, как они работали. Долго, конечно. Но очень красиво. Гости праздника могли также поучаствовать в лотерее и, ответив правильно на вопросы, получить призы. Помните молочные продукты в СССР? Производились до самого настоящего молока. Помните, какого цвета была крышка на фифире? Зеленая. Зеленая вода. Правильно. На втором этаже в буфете гостям предлагали чай с порошками и печеньем. Работала фотозона, оформленная в духе интерьеров времен СССР. Но, конечно же, кульминацией праздников стал большой концерт. Дорогие друзья, здоровья вам! На долгие годы еще и еще раз примите слова благодарности. На сцене помимо профессиональных артистов выступали и любительские коллективы, в том числе из участников программы «Активное долголетие». Музыкальные и танцевальные номера сменялись теплыми словами поздравлений. Я хочу пожелать вам здоровья. А во вторую очередь я хочу пожелать вам, чтобы вы всегда находили людей, которые составили бы вам, что называется, компанию. Здесь есть замечательная губернаторская работает программа «Активное долголетие». Записывайтесь, общайтесь, приходите. Зал не только активно аплодировал выходившим на сцену, но и охотно подпевал артистам. Мероприятие получилось очень душевным и теплым. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Истории самых известных семей Ленинского городского округа стали главной темой краеведческого семинара, который прошел в ЭКЦ. Исследователи местных достопримечательностей выслушали выступления коллег, поделились мнениями и наметили новые планы работы. Подробнее у Галины Житковой. Галина Вениаминовна Кононова – представитель известной в городе династии Шороховых. Дочь выпускает уже третью книгу стихотворения отца. Готовит четвертую об истории Леоновых – родителей мамы. Самые интересные страницы семейной летописи хранит в сердце и с тепломами делятся. Они пережили голод 20-30-х годов. И был в пять лет он отдан в работнике к богачу местному. В восемь лет на завод Тиль был отдан мальчикам на завод. Участвовал в московских событиях революционных. Тема истории семьи в истории страны выбрана не случайно. Семинар посвящен судьбам конкретных людей, которые сыграли большую роль в развитии своей малой родины. Необходимо и в нашу большую историческую науку вносить это человеческое измерение. Ну а нам, краеведам, сам бог велел, чтобы речь шла прежде всего о людях. В начале работы участники семинара посмотрели фильм об архитекторе Борисе Ефимовиче. После небольшого обсуждения приступили уже непосредственно к программе, в которой значилось несколько выступлений. Из краеведческой работы сегодня, на мой взгляд, вообще нельзя подходить к теме истории. Как что было, как что не было. Потому что уникальные люди собирают уникальную информацию, обрабатывают, анализируют. После завершения работы краеведы приняли в свои ряды новых коллег. Сообщество исследователей местных достопримечательностей пополнилось теми, кому не безразлично прошлое и настоящее своей малой родины. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Представители творческого коллектива одной из театральных студий Видного без привлечения спонсоров и профессиональной подготовки сняли художественный фильм, который называется «Нити поколений», а события в нем происходят одновременно в прошлом и будущем. Декорациями стали городские улицы и парки. Наша съемочная группа побывала как на съемках, так и на премьере фильма. Да, пишем. Парки. Да, стоп. О премьере тогда было думать еще рано. Два месяца съемок, четыре часа от снятого материала актеры от пяти до двенадцати лет. В итоге получился 30-минутный фильм, в котором авторы попытались поднять довольно сложные философские вопросы. Три девчонки просто попадают в прошлое своих мам и пап. И без всяких доказательств они просто видят своими глазами, как жили их родители. И понимают, что жили они замечательно. Мне очень хотелось донести до детей мысль о том, что наши мамы, бабушки, мы имеем с ними связь, нить поколений. Все съемки проходили в Видном. Вы без труда узнаете эти места. Киношники частенько выбирают улицы города, чтобы снять планы второй половины 20-го века. Наши герои тоже из настоящего перелетают в прошлое. Так, готовились. Стоп, стоп. Где банка? Уже во время съемок решили, что премьеру надо обязательно делать на большом экране. Многие зрители в зале – те, кто снимался в фильме. Теперь они могут немного почувствовать себя звездами. Классик голливудского кино Джеймс Кэмерон говорил, «Как снимать кино? Бери камеру и снимай». При этом, сколько задумок так и остаются мечтами. Потому что для того, чтобы их воплотить, требуется мужество и целеустремленность. И у этих людей оно есть. По сценарию действия происходят летом, а снимали в весенние месяцы, которые в этом году выдались прохладными. От актеров требовалось не только отлично играть, но и буквально преодолевать себя. Когда были холодные дни, нам режиссер прям говорил, представьте, что тебе не холодно, вам жарко, что вы в пустыне, вам хочется охладиться очень сильно. Вот, это было, конечно, сложно. Задачи перед юными актерами часто стояли нетривиальные. Например, Алина Жукова играла роль будущего. Войти в столь абстрактный образ было довольно нелегко. Это надо сосредоточиться на одном моменте и понять, что ты играешь. То, что будет, и ты должен быть серьезным, настроенным на то, что надо собраться и делать свою работу. Оценивать качество фильма с обычных позиций вряд ли стоит. Чтобы снять кино, нужно много денег. А все, что было у наших создателей, только огромное желание. Большого количества возможностей взять технику какую-то финансово и не было, ну и по времени тоже. Поэтому как бы выкручивались тем, чем могли. То есть какие-то, что было на руках, там камера, пару объективов, там какой-то свет подручный. То есть там сам я, может, где-то даже смастерил немножко, вот, то есть вот так. А еще одно из главных приобретений всех участников процесса – бесценный опыт. Ведь останавливаться на достигнутом они не собираются. Безусловно, это проба пера определенного, как у нас в писательстве говорят. Я захотела, я сделала, и мне кажется, что я знаю, как сделать теперь еще лучше. Я получила опыт, опыт получили люди рядом со мной, для оператора это тоже было впервые. И мне очень хочется делать еще. Делать лучше, делать масштабнее, делать профессиональнее. Остается пожелать съемочной группе актерам новых свершений. Кто знает, может быть, совсем скоро мы увидим одно из их творений на каком-нибудь кинофестивале. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. В Видном состоялся ежегодный футбольный турнир среди школьников «Удар в девятку». На поле стадиона «Металлург» встретилось более 30 команд. Здесь как любители, так и ребята, которые спорт решили сделать своей будущей профессией. Подробнее в репортаже Юлия Погосян. Ученик Видновской седьмой школы Илья Черепанов к этому любительскому турниру подходит с особой ответственностью. Спортом молодой человек занимается более шести лет. Защищает сразу две команды. Много тренируется и хочет с футболом связать жизнь. Хотелось бы стать профессиональным футболистом. Спорно трудиться. И постараюсь попасть в какую-нибудь профессиональную, более команду. А пока Илья и другие начинающие футболисты здесь, на поле, стадионная «Металлург» защищают исключительно свои школы. Более 30 команд со всего Ленинского городского округа. Турнир «Удар в девятку» – это соревнования, которые любому ребенку дают возможность попробовать себя в этом виде спорта. Узнать, что такое работа в команде и почувствовать первый вкус победы. Настроение побеждать. Мы пришли сюда за победой. Все. Ничего не знаем. В прошлом году побеждали? Второе место. Должны отыграться. Турнир «Удар в девятку» был создан в 2015-м. Осуществили идею представители Федерации футбола Ленинского округа. Администрация муниципалитета инициативу поддержала. Со временем подключились и спонсоры. Соревнования проходят дважды в год – осенью и весной. Абсолютно разные возрастные категории – от первоклассчиков до выпускников. Растет количество школ, которые привозят свои команды. Растет количество участников. То есть это очень массовый турнир. Для детей эти турниры, они, конечно же, позволяют заниматься спортом, втягиваться в этот вид спорта, тренироваться в школе, готовиться к этим турнирам. То есть это занимает большую часть наших мальчишек этим видом спорта и не дает им заниматься другими неправильными вещами. По мнению главного судьи соревнований, лучшая тренировка – это игра. И видно, как с каждым годом команды прогрессируют. В заявке не больше 10 человек. На команду? Да, 5 в поле, 1 ворот и 4 запасных. 15 минут игра состоит. Время тут ограничено, все-таки они в школе учатся. Поэтому мы в зависимости от количества команд назначаем формулу проведения соревнований. На данный момент у нас, значит, слепым жребием 11 команд играют две игры, каждый с каждым. И восьмерка начинается с четвертьфинала. А чуть помладше играют в группе. В одной группе три команды, в другой четыре. У организаторов турнира грандиозные планы на будущее. Выйти за пределы Ленинского городского округа и увеличить географию соревнований. Кстати, работа в этом направлении уже началась и вполне удачно. Данный турнир уже на слуху не только у нас в Ленинском городском округе, но и во всей Московской области. Министр спорта МОС области, Абарен Дмитрий Александрович, в курсе данного турнира. Поддерживает эту историю. И есть, конечно, большое желание масштабировать этот турнир по Московской области. На сегодняшний день Максим Валерьевич Лесарев уже организовал данный турнир с точно таким же брендом «Удар в девятку» в Ульяновской области. И мы уже ведем переговоры о том, чтобы провести данный турнир в Мариуполе. Турнир «Удар в девятку» проходит в течение двух дней. Для всех команд-победителей предусмотрены подарки. Также в каждой возрастной категории награждаются лучшие игроки. Юлия Пагасьян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, ВиднетВ. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи.